я решила поснимать на фотик взяла фотик фотографировать и заодно видео может это вот наши с другой стороны с соседской но соседи они какие-то эти сделали штуки огурцы там лесок это кладбище там ферма бывшая и прутатся в лесках липа я вот думаю филипу насушить что заваривать нам кто-то обил вот этими железками помогают в прошлом году вы все ведь тут и тут замки срубили час эти полагин главное не перепутать что я на что снимала чтобы хронология событий хронология съемки была одинаковая правильно житница у нас раньше вот то поле за оградкой забором было тоже наш банька наша банька вчера мылись уже я притащила три вот таких бака один бак уходит на котел и два бака вот так все тазики все как обычно что взяла с собой война не уже какой-то окон бегает кудриновский для объема кондиционер и шампунь 3 2 из сфокусируюсь из косметички как это драмке вот скоро очень крутой караб еще один ланкастер такой вот этот а бальзам полоски прям вот это еще не попробовала из тоже из косметички драмке вот такая банька у нас вот это сколько осталось половина еще вот это еще теплая прикольно прикольно но она садится конечно все время ходишь на наклонку ой не выпустил ой кто там три хогу ск творит огушка нас атаковали короче с прошлого года вот эти вот уродцы вот это вот вообще омерзительное зрелище не знаю что мы в прошлом году поливали там раствором специальным но походу их это не проняло это выглядит крайне мерзко и это неизвестно что за жуки вот это вот их самый где тут я видел так что ползет вот это еще мелкие фу они как таракан ничего они жрут липу непонятно причем вот здесь тоже есть такое дело это у нас осталось от разбора с этого двора раньше тут двор был большой кто не знает я постараюсь найти фотку вставить если ставлю и тут раньше все по-другому было на самом деле если кто-то первый раз смотрит тут был забор так ну вернее тут к двору забор был вот это все место был двор где скотина держала прабабушка и про прабабушка этому дому 100 лет тут был огород тут были грядки картошки шесть гряд там вдоль забора две гряды там были огурцы очень много яблонь было прадедушка сажал осталась одна пойдемте посмотрим что за яблоки но я бы сейчас они там когда супер созревают они более-менее сладкие так они в принципе сейчас уже зеленоватый кисловатый и здесь были гряды ну лук чеснок этот карту этот свекла морковка патиссоны кабачки все было много очень кустов было все выродилось я еще все это помню мы еще приезжали раньше 31 помню мая сажали все уезжали первому сентябрю очень большой урожай был всегда яблочки яблочек много всегда здесь раньше очень много зайцев они жирали кору я бы не загибались сейчас зайцев уже даже нет нет но они есть ничего то они как-то не особо и и слава богу их едят яблони но яблок-то много ай-яй кусается наше развалилось совсем но и вот этот весь поле тоже наше было дедушка отдал что мы ничего не сажали туда уже раньше картошка там было я помню даже вот этот дом я там все время тусил он там развалился уже там очень уютно было я крапивы обошлось ну ничего типа полез клеона сколько этих носиков надо липу насушить кстати у нас отрыгнули сливы слив очень много будет у нас не знаю лет 10 назад наверное слива в одно лето замерзли ой в одну зиму очень сильно замерзли или почти облысели и не давали никаких плодов а теперь очень много сливы я уже тут ходила в паутину вляпалась да с айфоном то поудобнее фотик тяжелый тут очень много слива на самом деле увидите или нет а вот ветка хорошая очень много слива очень много кустов было мы вот тут сидели тут дырка вырыта под костер и мы тут вечерами с ребятами сидели ну и пили и шашлыки жарили короче такой тут у нас был двор когда был парни бегали эти дрова только подтаскивали прошлом этот лайла солнышко вышло и постоянно у нас костер не потухал всю ночь сидели гудели в эту дырку теперь не свалиться вот так загородка тут другая была такими прутиками первых так сделать надо говорю на все вот этой площади вот посюда был двор огромный теперь вот так мы решили перед история мы решили это все снести потому что он начал разрушаться мы не пользуемся и машину туда не загнать что ворота узкие были и решили разобрать и изначально задумали подвесить дом два года назад денег угрохали очень много на самом деле 1600 на ремонт дома фундамент сделали подвесили дом подняли мама в окне ничего ловит связь то такой фундамент и чтобы подвесить дом нужно было разобрать все по периметру в том числе и двора веранду заново сложили сообщение чак связи нет опалок сколько полисадник раньше тут всем цветочки были и вишни было очень много а это орешник мой прадедушка из леса привез посадил как орехи я вижу есть они очень не очень вкусно это фундук подвесили между первым и вторым бревном раньше закладывалась монетка монетку нашли бородатого года ревизитет на очень сморода измельчала когда мы строителям говорим давайте монетку то гоните они ой не монетку какое-то деле непонятно все не честно в этом мире в общем вот микроэкскурс раньше этот зеленый забор чем был в прошлом году осталась краска и покрасили вот от веранды краска мой гамачок вот что я вижу сидя лежа на гамаке причем я именно вот не ногами туда головой туда а именно вот так вот по периметру ложусь вернее вдоль его надо куст обрубить по башке бьет раньше на этом деле очень любила сидеть здесь как на лошади сковоречник упал ну короче в общем вот наснимала на минут на 10 если не больше такой вот экскурс а я взяла в принципе фотик пофотаться просто ну пофотаться дом мы вчера приехали вот вообще умудохалась я вот по-другому не сказать точнее все конечно тяжело и и мне кажется что возраст но это глупо конечно об этом говорить но возраст дает себе знать уже все тяжелее делать нежели лет в 17 уже как-то тяжеловастенько уже хочется прилечь что-то как-то я надеюсь меня хорошо слышно тут ветер в общем вот а там раньше трех этажки были а там вот у того дерева дорога мы в самом начале деревни если кто-то первый раз смотрит не супер интеллектуальный влог но как-то так ну ладно я выключаюсь снимаю пошла и короче по деревне погуляю думали сегодня к юле поедем на макеиху к ее родителям должна была туда приехать сегодня не получается он только вечер приедет поэтому поедем завтра а сейчас я вот эти самые коварные штуки они размокают я мы не застреваетесь на машине мы тут обрубили да поедем завтрак юльки обрубили все объезжаю вот это что тоже размокать все решила пойти пофоткать дома если интересно будет я вставлю получится как-то я видела в контакте альбом деревень интересно фотографии домов некоторые развалины уже на фотик снимаю фотик большой взяла если кому интересно я снимаю на как он называется это nikon d5100 и видео на него снимаю сейчас с ним это тяжелый зараза большой опять иду в самый пекло вся буду мокрая ну это же я кто-то идет что во что вот ну камень и Остановка. Часовинка нашла, не знаю. Это контора. Большой дом. Уже не работает. Тут тоже раньше дом был, где вот иван-чай растет. Говорят, что там всегда дома на месте иван-чай. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Может обедают все. Библиотека тут справа зеленая. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А это дом двоюродного брата моего дедушки. Но он уже умер. Все умерли. Вот жена осталась. Все тут жить. А дети в Питере живут. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну вот и до конца деревни дошла. Субтитры подогнал «Симон» Раньше за нами еще стишки и воськи были. Но там, по-моему, один человек только остался жить и все. Дорога туда. Субтитры подогнал «Симон» Жара, конечно, капец. Опять я в самое пекло выперлась. Субтитры подогнал «Симон» Это здание школы. Ну, тут основная. Не вижу, что я снимаю солнце. А вот здесь у них столовая была. Раньше тут все выкашено было хорошо. Теперь все развалилось. ПЕСНЯ УТА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!